Здравствуйте! Сегодня я расскажу о терморегуляторе. Вот так он, который я тут поставил. Он соединен с тепловым насосом через провод. Смотрим, да, вот как он тут у меня устроен. Вот постелок такой, затяжной ремонт. Да, так это все выглядит. Это мне еще предстоит все сделать. Вот тут он поворачивает меня. Да, ну вот видите какой потолок, сколько мне работы потом еще. Такс, 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 вот. Ой. Вот и куда-то все у меня тут заходит. Тут у меня заходит котельня, вот тут видим провода. Опять везде должен быть ремонт. Вот тут он мне проходит. Да, вот общий. Так, повернем вот так. Тут общая. И вот тут тепловой насос. Вот вроде как по видео выглядит бардак. Но вот тут у меня вот тепловой насос сам. Тут у меня выход. В тепловом насосе можно установить, чтобы он обогревал помещение, тремя способами. Один из способов, вот сейчас видите дисплей теплового насоса. Один из способов, это когда помещение отапливается по установленной температуре. То есть ставится одна температура и независимо от чего он там греет определенную температуру. Второй способ, когда устанавливается конкретная температура в зависимости от наружной температуры. То есть по графику. На данный момент я зашел в настройках теплового насоса. И, как я говорю, надо, чтобы поставили в зависимости от наружной температуры. Но когда мы ставим регулировку зависимости от наружной температуры, очень желательно, чтобы привязать к этому график. Ну и тогда ставится в графике, вот сейчас покажу. Вот такой график. Нижняя строка, минус 15-20, это наружная температура. То есть в зависимости от наружной температуры, видим какая кривизна идет у нас от графиков сверху. Вот это снизу, вот наружная температура. А слева 32 градуса, 25. Это уже та температура, которую, какую он пускает туда в пол, чтобы обогревать помещение. Ну вот тогда зависимость от наружной температуры, тогда тепловой насос так и работает. Это до сих пор у меня было. Такое видео вы можете найти. Я там специально делал именно вот таким по графикам, как это выставить. Ну, на самом деле, все время полагал, что это самый удобный, самый верный и правильный способ, как установить регулировку теплового насоса, то есть регулировка температуры помещения. Ну, третий способ, это терморегулятор, который, вот я покажу, как это все выглядит. На данный момент это у меня все отключено, хотя можно не отключить вот это для помещения отдельно, я уже графа в тепловом насосе. И тут у меня выставлено на 23 градусов, там немножко может погрешность есть. Ну, как этот терморегулятор выглядит, я уже показывал сначала, ну, а сейчас вернемся опять по проводам, к этому терморегулятору. Вот так выглядит этот терморегулятор. Очень много, что регулировать им нельзя. Тут мы видим, какая температура в данный момент в помещении. Видим, что он выключен. То есть, чтобы и включить, это надо в тепловом насосе включать. А может и тут как-то можно. Так, здесь удерживаем. А, нет, тут мы заходим в всякий другое меню. Так, попробуем. Что это дает у нас? А, тут мы выбираем, что у нас. Вот это тоже, манипуляции можно делать. То есть, это мы видим, сколько, какая температура. И тут можно выставить, какую температуру надо греть. Ну, сейчас в связи с тем, что отключено, эта функция недоступна. Потом мы видим температуру бойлера и можем поставить мощную подогрев. Ну, если у нас очень большой расход воды. То есть, несколько человек моется одновременно. Еще что-то там, чтобы он успевал подогревать. Тогда это мощный подогрев, там, антенны подключает. И, в принципе, это все, что тут можно регулировать. И ничего особенного тут нет. Да. Ставил я тут инструкцию. Чтобы было видно, как этим регулятором пользоваться. Те, которые захотят, можно приостановить, посмотреть. Или скачать уже в интернете. Там все найдется. Что я хотел добавить. Если поставить регулировку теплового насоса в зависимости от наружной температуры, как я говорил в видео, должно где-то быть. Тогда при отоплении весной или осенью, когда на улице тепло, внутри выключается обогрев или греется очень медленно. И тогда уже не большой дискомфорт. Ну, не большой, но он есть. Мне есть знакомый, который пользуется такой терморегулятором. Он говорит, что нет, это совсем не выгодно. Ему не устраивает. Ну, мне, например, он очень устраивает. На самом деле, я год где-то им пользуюсь. И, в принципе, доволен. Я раньше думал, что, когда буду им пользоваться, расходы электричества будет больше. Но ничего я такого не заметил. Кажется, что все нормально так, как было. К тому же, терморегулятор сам регулирует. То есть, следит, чтобы в комнате была определенная температура. А если температура летом теплая, он тогда даже не включает тепловой насос. Так что, тут еще один дополнительный плюсик такой. Ладно, если кому-то это видео пригодилось, понравилось, буду за вас рад. Всем здоровья, удачи. До следующего раза. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok